Зал историко-культурного центра снова собрал активных жителей Ленинского района, желающих попасть в общественную палату. Это был заключительный этап публичных обсуждений кандидатов, в котором принимали участие как самоводвиженцы, так и представители общественных организаций. Среди собравшихся люди разных профессий и сфер деятельности. Всего в списках выступающих в этот день было заявлено 38 человек. Правда, пришли не все, что уже говорит об их активности как будущих общественников. Однако таких немного. В основном здесь были люди с горящими глазами, ворохом своих идей, а главное – возможностей. Венера Тарасюк, руководитель инициативной группы «Видное за раздельный сбор мусора», планирует продвигать свою деятельность на уровне общественной палаты. Мы уже практически год работаем в Ленинском районе, проводим акции по раздельному сбору. И надеемся, что при выборе, если мы попадем в общественную палату, то мы можем решить многие вопросы, связанные с раздельным сбором мусора при взаимодействии с властью. Каждый выступил с самопрезентацией, а затем ответил на вопросы из зала. По регламенту выступление не должно было превышать двух минут. Кандидатам предложили ответить на главный вопрос – почему они выдвигаются в общественную палату. Среди кандидатов есть те, кто уже состоял в ней, а также другие видные деятели района. Но стоит отметить появление новых лиц. Наталья Абраменкова с недавних пор предприниматель, а с 2014 года занимается проблемой детских домов. Сначала ездила в составе волонтерской группы, потом сама начала организовывать поездки. Много поддерживали, привозили всякие вещи, компьютеры. В общем, поддерживали как могли, вели воспитательную работу с детьми, проводили мастер-классы различные. Владимир Ивлев, председатель общественной палаты, в своем выступлении подвел итог работы нынешнего созыва. К 31 мая будет известен новый состав общественной палаты. И потом же, после этого, состав старой палаты соберется вместе с составом новой палаты. И официально, торжественно будут переданы полномочия от одних, от одного коллектива, другого коллектива. Напомним, что голосование состоится 22 апреля в кинотеатре «Искра» с 10 до 17 часов. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.